добрый день часов московское время 24 мая сегодня если вдруг впервые онлайн хочу сказать что вы попали на индустрии онлайн центра поддержки индустрии фитнеса и волоса меня зовут Максим управляющий партнером компании фитнес-эксперт и мы с вами встречаемся каждый день для того судить поделиться всем самым полезным для развития клубов и студий ну что напоминаю что с 1 июня у нас меняется режим нашей трансляции 13 часов мы по-прежнему оставляем эфир для управленцев менеджеров фитнес-клубов зато 15 на ноль теперь у нас будет отдельное время каждый день для фитнес-департамента для тренеров и структов всех кто связан непосредственно с тренировочным процессом понимаем что контента у много поэтому решили делать отдельное время выделить для них думаю что были в том числе полезны для коллег ну что заканчивается у нас весна скажем так высокий сезон переходим в лето но мы не расслабляемся продолжаем и наши эфиры и делиться информацией конечно же продолжаем бороться за продажи и увлечения наших клиентов в начале июня у нас будет большой эфир по поведению итогов весны и 2 4 июня мы с вами встречаемся в Санкт-Петербурге интересный город само собой красивейший город нашей страны и интересно с точки зрения индустрии скажем так самый тяжелый и вероятно самый по нашей статистике пострадавший регион за эти три года пандемии и прочих и прочих и прочих нынешних ситуаций к сожалению по нашей статистике чуть ли не единственный регион россии единственный город где у нас отрицательная динамика роста фитнес клубов произошел везде клубы у нас росли и открывались а вот конкретно в Санкт-Петербурге количество клубов уменьшилось но тем не менее по итогу конечно эти три лет мы посчитаем наши коллеги из фитнесдата посчитали как в принципе обстоят дела в этом регионе и уверен опыт то как клубы выживали стойко противодействие всем этим нашим вызовом будет конечно здорово поделиться и понять что происходит как они делали продажи ну и конечно наши эксперты тоже поделится для них своим опытом в общем 2 и 4 июня будет очень интересно и 4 июня напомню мы сами едем по клубам Санкт-Петербурга в том числе и новым клубам все таки открывались там уверены интересные форматы и интересные красивые фитнес клубы и студии ну что коллеги пока сегодня мы поговорим о том как будем продавать летом эфир очень на самом деле интересные полезные потому что понятно сейчас мы выжимаем что называется наш весенний подъем но готовимся все к летней стагнации в продажах ну так у нас было грубо говоря до двадцатого года да традиционно лето было были низкие продажи мы как-то пытались этому противодействовать сопротивляться но по факту по большей степени оптимизировали бюджет отправляли сотрудников отпуск и готовились к низкому сезону но за 20-22 год мы привыкли с вами работать немножко по-другому использовать каждый момент в том числе моменты связаны с тем что нашим клиентам стало меньше возможности куда-либо выезжать за границу в первую очередь выпуска люди пытаются работать ходить фитнес клубы хотя конечно для крупных городов никто не отменял дачи когда наши клиенты съезжают с места где они живут переезжают на дачу и занимаются огородным фитнесом но тем не менее есть инструменты каким образом нам держаться летом увеличивать продажи летом в том числе и хочу пригласить нашего постоянного эксперта виктория яковлеву с огромнейшим опытом продажах и конечно же с огромнейшим опытом продажах летом сейчас я вас найду так виктория выходите к нам всем добрый день добрый день да вижу и слышу замечательно подключаю презентацию ну что вам слово я за кадром вам в помощь у нас сегодня много народу будет интересно и будет спасибо спасибо ну что дорогие друзья самая такая у нас жаркая парада там наступает лето я знаю по нашим резидентам что апрель у всех все хорошо и вообще там март прекрасно все закрывали май сейчас уже идет такой некий спад и конечно такие самые тяжелые месяца для фитнеса это май июнь июль да потому что август там начало тяжеловатое но в конце августа всегда все таки у нас люди живут двумя датами это новый год который фактически и новый год новый фитнес сезон который у нас начинается с 1 сентября и так давайте знакомиться в двух словах сейчас скажу и час полностью отдам вам на эту тему меня зовут якулел виктория бизнес корпус open up кто нас не знает подключайтесь знакомьтесь вот здесь вот я вам прям сделала ссылочку на наши телеграм-канал вк и сайт прям рекомендую особенно в телегу подключайтесь потому что там мы пишем много полезного контента и у нас не пересекается контента в телеграм-канале и в соцсетях в вк вот поэтому это туда возможно обо мне вы уже знаете там 25 лет господи фитнес индустрия очень много мы посещаем различных городов очень много кейсов обожаю небольшие клубы это просто вот мой сейчас вообще тренд да потому что я вижу в нем огромную огромную перспективу огромную возможность и вижу как грибы открываются и студии небольшие клубы и так далее вот давайте что у нас будет сегодня значит сегодня у нас с вами тема как не провалить продажи фитнес-клубе или студии мы не будем сегодня говорить давайте вот сразу обозначу там про лидогенерацию про маркетинг я этого все вам дам в лид магните сегодняшнем сегодня мы не будем говорить как получить прибыль от дополнительных спортивных услуг да как мотивировать именно клиента на персональной тренировке и так далее как продавать на рецепции что будет сегодня первое это правильные офферы и продуктовая линейка я вам сейчас расскажу просто основные тренды которые сейчас есть и что я рекомендую сделать потому что мало кто это делает кто из наших резидентов пошел уже по этому пути они видят результаты поэтому об этом скажу в преддверии лето что лучше делать второе как увеличить интенсивность занятия да то есть чтобы клиенты все-таки летом ходили к нам в клуб да тоже очень-очень важно третье как мотивировать на регулярные тренировки наших клиентов особенно которые уже там не важно вы в коротких картах работаете в длинных я буду сегодня показывать вам несколько вариантов и длинные когда вы работаете карты годовые и если вы работаете по посещениям вообще всем будет интересно это сто процентов вот как отработать возражение про лето да это самая наболевшая тема и я вам просто нагенерила 14 аргументов просто это бомба до которой вам сегодня дам вы увидите что после того как вы обо всем об этом узнаете я уверена что вы сами захотите заниматься летом вот кстати пока напишите пожалуйста раз если нас много сегодня в эфире кто сейчас здесь в эфире да то есть менеджер руководители управляющие то есть чтобы вот мне побольше развернуть контент под ту аудиторию которая сейчас есть в эфире поэтому пишите и безусловно мы дадим вам подарок как всегда это новый инструмент новый интернет площадки для фитнес-клубов так вижу руководители ропы да отлично да пишите все остальные кто здесь сейчас присутствует менеджеры управляющие руководители отлично отлично все это мальчики девочки это вообще все для вас сейчас будет и так значит правильные правильные офферы да правильные офферы правильное утп давайте сначала кто работает в коротких картах потому что есть сейчас много небольших фитнес-клубов которые работают именно в коротких картах это имеется ввиду по посещения сейчас дам информацию про короткие карты и дам информацию безусловно про годовые абонементы если вы продаете короткие карты и главный принцип особенно для коротких карт это не давать скидки поскольку клиентов больше не станет а выручку снизится да то есть что происходит летом у нас выручка меньше вернее летом у нас входящего трафика становится меньше по любому да потому что меньше интереса к фитнес-занятиям вот и соответственно если мы не дай бог будем давать скидки то мы тогда с вами не получим вот ту массу денег которую нам нужно с вами выполнить самое лучшее это повысить наоборот средний чек или по крайней мере его не ронять вот в летний период это очень важно на это обратить внимание как бы парадоксально это не звучало и поэтому я вам покажу концепцию трех цен и концепцию продуктовой линейки не только на летний период но и именно тренд который сейчас идет семимильными шагами смотрите ну вот для коротких карта с мая по июль рекомендуется убрать из продажи короткие абонементы на месяц вообще рекомендую в принципе их убрать да почему потому что когда вы продаете только месяц да то человек начинает размышлять так ага так у меня я наверное в начале июня куда-нибудь уеду там на недельку на 10 дней зачем мне продлевать или покупать сейчас абонемент на месяц куплю после того как приеду после командировки или после отпуска после командировки он приезжает понимает что его затягивает всякое там болото трясины работа дети там дачи и так далее и он опять откладывает покупку да и таким образом это происходит постоянно что нужно сделать сейчас просто оставьте ваши цены которые есть например у вас нанекаясь посещение там на 10 на 8 занятий и так далее просто увеличьте срок действия да это как это работает например если у вас есть абонемент на 10 посещений на месяц сделайте его в летний именно период 10 посещений на 2 месяца таким образом человек как будет мыслить да то есть психология как работает ага то есть десять посещений на месяц в условиях того что я буду уезжать куда-то я не куплю, а 10 посещений на 2 месяца в условиях того, что даже если я куда-то уеду, я все равно куплю, потому что я понимаю, что я сейчас похожу, я потом уеду и потом еще догоню эти 10 занятий и таким образом растяну их на 2 месяца. То есть я как потребитель финансово ничего в этом не проиграю. Вы как собственник или как руководитель клуба, студии небольшой, если вы работаете по посещениям, тоже ничего не потеряете. То есть также можно разделить на 16 посещений на 3 месяца и 24 посещения на 4 месяца. То есть в небольших клубах фитнес-студии уберите, пожалуйста, месяц. То есть вы сейчас себе просто, ну или оставьте его по очень какой-то высокой цене, так чтобы оно было, но особо не привлекало внимание и работало как принцип контраста. То есть суть, основное предложение – это увеличить количество дней на посещение, потому что в период выходных и отпусков стоимость, она не меняется, а в качестве подарка мы добавляем дни использования, дни, которые человек может использовать на посещение вашего клуба или студии. Если у вас есть абонементы свободного посещения, опять-таки, для фитнес-студии или небольших клубов, да, потому что есть и по посещениям, у кого-то есть безлимитка, тогда ваш оффер может звучать так, там 3 месяца по цене 2, да, то есть здесь опять-таки мы добавляем вот этот месяц в период лета, все равно люди разъезжаются и так далее. Но я думаю, что вы поняли, да, основную суть именно того, чтобы мотивировать людей на вот утрированно, да, дать им возможность отходить в летний период, даже в период отпусков. То есть тут вы цену оставляете, да, вы вообще не даете никаких скидок, но вы даете именно сроками посещения. Давайте перейдем, если у вас годовые карты, да, вот если у вас годовые карты, один из трендов, который сейчас есть, это продавать пакетные предложения. Это вообще минимизировать прайс-лист, да, то есть вот когда я анализирую прайс-листы, я вижу, что прайс-листы иногда бывает там, слушайте, на 5 страниц высылают, то есть там что только нету, и корпорации, и утро, день, вечер, и там семейные посещения, и дневные, и там ночные, и еще там на семейные даются какие-то скидки и так далее. Вот это уже уберите это все, да, потому что чем больше у вас прайс, тем сложнее, а, и менеджера продавать, потому что начинается вот это копание по всем прайс-листам, и, соответственно, человек начинает распыляться, и он пытается как бы не прогадать и подумать, ага, может быть мне вот это, может быть мне вот это, и так далее. И самое главное, что такими огромными прайс-листами вы снижаете свой средний чек. Поэтому, особенно ли это вообще классное время для всяких экспериментов, для тестирования различных гипотез, для привыкания или введения каких-то новых инструментов, которые вы отработаете в летний период, а потом, соответственно, в высокий сезон войдете уже, так сказать, с полным набором отработки любых возражений и с новыми инструментами. Итак, значит, уменьшаем прайс до, ну, вообще можно и до, там, 5-8 абонементов, да, ну, то есть вообще делаем минимальное количество. Например, для новых клиентов мы оставляем, там, месяц, ок, ну, и то в летний период можно сделать сразу 2 месяца, да, то есть месяц, в принципе, убрать как таковой, да, чтобы, значит, так, у нас абонемент действует и на 6 месяцев. Я понимаю, там и на 6 месяцев может действовать, то есть, смотрите, сейчас вот про годовые карты. Значит, в прайс-листе оставляете месяц, 6 и 12 месяцев безлимитки, да, ну, и можно оставить 12 месяцев утра. На 12 месяцев мы делаем только безлимит для продленцев, ну, потому что я надеюсь, что для продленцев у вас есть эти предложения. И запускаем продажу пакетных предложений, то есть принцип трех цен, да, ну, то есть это такая знаменитая концепция, о которой мы рассказываем и на наших курсах, там, директор фитнес-клуба, директор фитнес-студии, да, где полностью мы рассказываем, что привлекайте клиентов самыми экономичными предложениями, продавайте локомотив и поднимайте свой средний чек за счет VIP-абонемента. Что, какие услуги можно включить в пакетные абонементы, потому что зачастую небольшие фитнес-клубы или даже большие клубы, они говорят, я там не знаю, что мне включить в пакетные абонементы. То есть в первую очередь пакеты, поэтому я вам нагенерила вот несколько вариантов. В первую очередь в пакетные абонементы ни в коем случае нельзя включать высокомаржинальные, включать персональные тренировки и, например, массажи, да, потому что там маржинальность очень низкая, да, поэтому мы можем сильно попасть с точки зрения того, что клиент будет пользоваться персональными тренировками, нам нужно будет оплачивать тренеру и так далее. Поэтому это ни в коем случае не включать. Только в исключительных вариантах. Если у вас есть какие-то новые сотрудники в тренажерном зале или на групповых программах, которые готовы работать за недорогую вознаграждение с точки зрения вот этих пакетных абонементов, либо вам нужно кого-то продвинуть из тренеров, либо вы действительно осознанно хотите сделать так, чтобы основная услуга, она была именно персональная тренировка, а не посещение клуба. То есть такое возможно, если у вас в этом есть стратегия. Во всем остальных случаях в пакетные предложения нужно включать самые-таки недорогие дополнительные услуги. Какие? Значит, в первую очередь, понятно, гостевые визиты. Летом любой клуб есть свободное время, и поэтому можем гостевыми визитами даже подзабить клуб, для того, чтобы, наоборот, использовать лето как отличный лид-магнит для пополнения нашей базы, для того, чтобы вот пускай люди приходят, пользуются и так далее, все равно есть возможность. Ну, вы можете там сделать какие-то ограничения по дням, по времени, там, в субботу, воскресенье и так далее. Здесь вы смотрите уже на собственную свою загрузку клуба и посещение по клиентам по дням и занятиям. Второе – это заморозки. Третье – это аренда шкафчиков или вип-раздевалок. Мы постоянно об этом говорим. За это люди готовы переплачивать. И особенно летом, там, по сути дела, там, можно оставлять, там, не знаю, там, гели, шампуни, да, ну, то есть то, что не требует, там, постирать или еще что-то. Можно оставить кроссовки. То есть это очень удобно, да, чтобы не ходить вот с этими большими сумками. Ну, если есть вип-раздевалка, это вообще отдельная история, с помощью которой вы можете очень круто увеличить ваш средний чек. Бесплатное участие в платных мероприятиях. Вот именно бесплатное участие в платных мероприятиях. В каждом клубе есть какие платные мероприятия. Возможно, вы проводите какие-то праздники платные. Может быть, у вас есть фитнес-проекты. Может быть, у вас есть мастер-классы. Может быть, у вас есть онлайн-тренировки, да. Потому что, например, вот в те клубы и студии, куда я хожу, там везде уже есть эта норма вещей онлайн-тренировки. Да, то есть я прям вижу, как на групповых занятиях мой тренер там ставит камеру так, чтобы видно было только тренера. Она там тоже кому-то машет. И там постоянно есть клиенты, которые с нами занимаются. Да, то есть и за это, пускай они платят там по 100, по 200 рублей, но это дополнительные деньги. Да, поэтому для вас это вообще никакого труда не составляет, особенно для тренера, да, включить в онлайне. И это может включаться в бесплатную услугу в вашем пакете. Что еще? Скидки от партнеров. Вот то же самое. Это должна быть, может быть, привилегия не для всех клиентов, а в зависимости от того, в какой пакет вы это включите. Да, это может быть даже там стерка спортивной одежды в клубе. Если у вас есть клининг, у вас по-любому есть, например, стиральные машины. Я не говорю о том, что вы должны что-то закупать отдельно. Просто если у вас есть, например, стиральные машины, то вы можете для, например, вип-клиентов или клиентов категории третьей, например, абонемент, все включено, включить стерку. Это вообще супер. Господи, это моя вообще мечта. Я готова была бы за это даже отдельно доплачивать, чтобы не ходить постоянно там с формой. А так потренировался, оставил как в гостишке в одноразовом пакетике свою спортивную форму, пришел на следующий день или через день на тренировку. У тебя там лежит спортивная форма, благоухающая, свежая, постиранная и так далее. Красота. Особенно, мне кажется, для мужчин это была бы просто там бомба и за счет этого вы можете увеличить ваш средний чек. Для вип-абонементов, то есть для премиального сегмента можно включить такую услугу, как персональный ассистент. Что такое персональный ассистент? Это человек, то есть у каждого, ну, например, это человек, который занимается записью на клиента, на персональный. Он подтверждает, он мотивирует, то есть он как бы решает все вопросы вип-клиента 24 на 7. Ну, или можно даже, например, это как техподдержка, да, вот у нас техподдержка ПАМА, она работает с понедельника по пятницу, там, с 9 до 18, да. То есть здесь тоже можно включить персонального ассистента, который будет закреплен за вами. Он вам будет помогать записываться, напоминать, решать все вопросы. Вы можете всегда ему написать там про вашу заморозку, про задать любой вопрос про фитнес. Она обязательно там все поможет, разрулит и сделает, да. И эта техподдержка, персональный ассистент работает там с понедельника по пятницу, там, условно говоря, с 9 до 9 часов, да, к примеру. Это тоже очень крутая опция, потому что она для вас может вообще ничего не стоить, да, потому что это, условно говоря, вы выбираете какого-то адекватного ассистента или адекватного администратора, который работает на рецепции, объясняете ему технологию, на одного там рецепциониста может там быть таких там 5-10 вип-клиентов, да. То есть это по типу, например, я клиент, там, премиальный клиент МТСа, потому что я уже на МТСе 25 лет, да, или даже, мне кажется, больше. В любое время, когда я могу, мне нужно связаться с МТС, у меня всегда уже отдельная линия, у меня всегда есть мой персональный ассистент. Я могу задать любой тупой вопрос, да, или мне лень что-то подключить, он сделает это за меня, да. То есть вот какие-то такие привилегии, да, за это тоже люди готовы доплачивать дополнительные деньги. Что не рекомендую включать, уже сказал, персональные тренировки и массажи. Только в исключительных случаях, да, то есть если у вас есть на это стратегия, да, стратегия развития, например, дополнительных услуг. Вот на примере одного из наших резидентов я вам покажу, как может выглядеть этот прайс-лист пакетного предложения. То есть, условно говоря, у них есть только это там пакетное предложение, плюс можно использовать, там, включить еще один месяц, да, для того, чтобы человек просто попробовал. То есть таким образом у вас всего в прайс-листе будут четыре предложения. То есть первое – это либо на месяц, либо на два, ну, короткие, в летний период, еще раз говорю, рекомендую на два. И пакетные предложения. Вот человек выбирает. То есть, условно, самый недорогой пакет, который мы предлагаем клиенту, это, например, годовое посещение базовое. Ну, это клуб, это небольшой клуб, у которого есть отдельный тренажерный зал, возможно посещать, и отдельные групповые программы. И, соответственно, из этого набора мы составили вот эти пакеты. То есть самая недорогая карта – это 9900, за счет которого мы привлекаем входящий трафик, да, то есть за счет того, что у нас есть это предложение, и человек может выбрать, например, 100 тренировок самостоятельного посещения тренажерного зала. Все, туда больше, сорян, ничего не входит, да, то есть это с помощью этого предложения эконома, да, мы будем привлекать клиентов. Что мы будем основное продавать? Мы будем продавать основное, это, например, годовой абонемент, тариф оптимум, куда будет входить тренажерный зал и групповые программы. Сюда уже идет безлимитка, да, то есть здесь неограниченное количество посещений, плюс один месяц заморозки и, например, стартовый пакет. Это стоит 16 900, но если человек принимает решение здесь и сейчас, да, только в этот день, когда он пришел к вам в клуб, он может этот же пакет купить за 14 900. То есть смотрите, и это будет являться локомотивом, да. ВИП-предложение – более дорогая карта с более уже дополнительными услугами. Ну, в данном клубе мы сделали это годовой абонемент, все включено, тренажерный зал, групповые программы, неограниченное количество посещений, два месяца добавляются заморозки вместо одного и 10 персональных тренировок с тренером. Да, ну, то есть у них есть тренер, который готовый в летний период брать зафиксированную стоимость по проведению персональных тренировок по более низкой цене. То есть в этом случае клуб выигрывает и стоит это 39 900. Как работает психология? То есть, во-первых, менеджеру не надо вот это распыляться. А утро, а день, а там, не знаю, я буду с кем-то ходить, а я не буду с кем-то ходить, я хочу только вечером ходить. Вот есть, друзья, три тарифа, других вариантов нет. Давайте посмотрим, что из этого подойдет вам, да, и как работает психология. Например, не хочу самое дорогое, не буду покупать самое дешевое, явно там что-то как бы не то, очень много ограничений, и поэтому выбираю золотую середину. Это классика жанра, классика продуктовой линейки, которая сейчас вот идет семимильный, это такой тренд. Да, в фитнесе это мало кто делает. Да, есть там концепции трехцены, мы сами о ней говорим и так далее. Но вот именно если вы сделаете вот такой прайс на летний период даже попробуете, плюс на короткий абонемент это месяц или два, еще раз повторяю, сами можете посмотреть. Почему рекомендую, например, оставить на месяц или два и годовые? Потому что всегда найдутся клиенты, которые хотят попробовать, да, и потому что мы с вами понимаем, что если человек готов покупать полгода, он точно, ну то есть здесь вопрос аргументации и поговорить с ним таким образом, ответить на его возражения, чтобы он все-таки мотивировать его на покупку годового абонемента. По этому же принципу может построить и фитнес-студия, да, вот по пакетному предложению. Конечно, если, например, вот в одном из кросс-фитнеса, да, когда мы посмотрели, мы проанализировали, мы поняли, что там наоборот, потому что кросс-фитнес, он больше ассоциируется с одномесячными, то есть продление по месяцам. Поэтому вот для одного клуба мы разработали прямо концепцию пакетного предложения на шесть месяцев. То есть смотрите, здесь полет для фантазии просто безграничен. Как отследить тех, кто купил пакетно-базовое, а потом идет на групповые программы? Менеджеры и тренеры это не могут отслеживать, спасибо. Татьяна, это все зависит от того, как я вам не, вы меня, наверное, недопоняли, я вам это привела как пример. То есть если у вас в клубе невозможно отфильтровать там бассейн, групповые программы и тренажерный зал, то есть, например, у вас концепция клуба не предусмотрена именно там посещение там по браслетам или еще что-то, значит, вы берете эту концепцию и перерабатываете ее под ваш формат. В каком формате вы можете сделать? Вы можете оставить первое годовое, например, по посещению, куда будет входить все, но без заморозок, без каких-то там стартовых пакетов, без каких-то дополнительных преференций, о которых я до этого уже сказала в предыдущем слайде. И вы делаете вот там какую-то стоимость свою в зависимости от того, от вашего ценообразования. Дальше вы делаете годовой абонемент со всеми делами, с тренажеркой, с этим, с заморозкой, со стартовым пакетом, да, и у вас будет это дороже. И третье, у вас куда будет входить, например, там все включено, там неперсональные тренировки, если вы этого не хотите, вы можете добавить туда шкафчик в аренду шкафчика, вы можете добавить туда ассистента, вы можете добавить туда стирку, вы можете добавить туда даже партнерские программы, вы можете добавить туда бесплатное посещение платных мероприятий в клубе, и это будет стоить уже дороже. Да, то есть смотрите, здесь нету, не обязательно брать только это. То есть это я показала как пример, да, на основании чего вы можете уже построить в зависимости от возможности вашего клуба. Безусловно, никто не должен ходить за клиентом и отслеживать, куда он пошел. Если, еще раз повторю, такой возможности нет, значит, вы переформатируете это под свои услуги. Татьяна, просто напишите, ответила я на ваш вопрос, есть ли какие-то еще уточнения. Кстати, друзья, если реально нужна помощь по ценообразованию, потому что это самый часто задаваемый вопрос, то пишите к нам в OpenUp, переходите на наш сайт, там есть телефон и записывайтесь. Пожалуйста, мы вообще бесплатные консультации всегда проводим. И как недавно мне одна из клиентов сказала, Виктория, это самая ценная была бесплатная консультация за все время, в которое я хожу, то есть человек не может себе позволить какие-то платные истории и пользуется возможностью бесплатного доступа до экспертов. И вот она мне такое сказала недавно, я ей говорю огромное спасибо. То есть мы на бесплатных консультациях, знаете, не пытаемся там продать вам что-то, мы пытаемся вам дать конкретику, да, и какую-то одну тему берете, и с ней мы с вами прорабатываем. Вот, ну давайте двигаться дальше. Значит, что еще, если вы продаете годовые абонементы? Программа раннего бронирования, да, то есть наверняка у вас есть, конечно, специальные цены для клиентов, я вообще в этом надеюсь, что у вас они есть, на продление, да, то есть есть прайсы для новых клиентов, да, есть прайсы для продления. Вот я вам сейчас показала прайсы для новых клиентов. Конечно, по такой же технологии можно сделать пакетные предложения на продление, да, либо можно оставить эти же пакеты, но давать какие-то дополнительные скидки. Что рекомендуется? Если вы не хотите идти в пакетные предложения, не хотите ничего менять в своем прайс-листе, у нас есть просто там стоимость на продление, точка кавычки. Рекомендую именно в летний период сделать такое понятие, как дать, вот по продлению можно дать скидку, да, вот за все остальное я всегда топлю, чтобы не давать скидки, но вот продленцам здесь можно, да, то есть потому что они уже проявили к нам лояльность, они уже принесли к нам денежку в кассу, да, поэтому мы должны их холить, лелеять, любить вообще, давать какие-то преференции и так далее. Поэтому раннее бронирование, что это значит? Вот, например, у нас сегодня май, да, мы сейчас с вами берем очень активно клиентов июля, можно даже августа взять, ну, рекомендую, например, взять все-таки июль. И активно их обзваниваем и говорим о том, что при продлении сейчас, да, именно в мае месяце, вот у нас осталось там несколько дней, цена на продление у вас будет с дополнительной скидкой 10%, то есть для этого нужно внести всего лишь там 50% предоплаты. Такого предложения в июле вот этой дополнительной скидкой уже не будет, да, то есть раннее бронирование это как по типу гостиниц, по типу покупок билетов, туроператоров и так далее, то есть раннее бронирование это самое выгодное предложение с доп. скидкой. Чем ближе к вашему окончанию клубной карты, тем тогда, да, у вас будет такое же специальное предложение, но без 10% скидки, да. Раннее бронирование еще чем хорошо в летний период? У нас все равно деньги мы расходуем, там, не знаю, мы больше ходим по кафешкам, нам лень готовить дома, мы больше там хотим что-то покупать для себя, мы больше куда-то путешествуем, не обязательно в отпуска, а просто даже выехать на там субботу-воскресенье. Поэтому есть определенный бюджет, есть определенный лимит денег, денежной массы у человека. Поэтому вот к раннему бронированию, ну, относится такая программа лояльности к клиенту, это как вот эта рассрочка, да. То есть я знаю, что у вас в августе заканчивается, но давайте сейчас вот как бы зафиксируем интересное предложение и разобьем его еще на этапы. Вы будете оплачивать май, июнь и там в конце, перед окончанием своего предыдущего абонемента заплатите остаток денежных средств, да. Там в июне вы начинаете продлевать август и так далее. Хотите, дальше можно это продлить, да, то есть по сути дела это такое, можно сделать внесезонное предложение. Но возможно, да, то есть надо проэкспериментировать в летний период, да. Возможно, в высокий сезон вам этого делать не надо, потому что в любом случае клиент в высокий сезон легче продлевает, конверсии больше и так далее. А в летний сезон все-таки нужно дополнительную плюшечку, да, клиенту, чтобы мотивировать, чтобы он принес вам денежки сейчас. Вот. Что еще? Очень важно мотивировать каждого клиента. Это вот второй блок, который мы берем. Очень важно клиента мотивировать на посещение, да, то есть чтобы увеличить интенсивность тренировки. Особенно это подходит, опять-таки, для студий или небольших клубов. Сейчас два формата покажу, да, вы посмотрите. То есть самый эффективный инструмент – это предварительно записывать клиента сразу после выхода с любой тренировки. Клиент выходит с тренировки, администратор, либо там, ну, если у вас продающий администратор, например, в небольшом клубе, понятно, что менеджер этого не должен делать, это заточка на работу с администраторами. Записывает клиента на следующую тренировку, предлагая клиенту записаться не на какой-то другой день, а именно на завтра. То есть тут самая тема, что ваши администраторы должны пытаться всегда записать клиента на следующее посещение на завтра, да. Если у вас есть это мобильное приложение, понятно, что они могут это делать через мобильное приложение, да. То есть здесь, знаете, такой, вы наверняка вот знаете такую фразу, «О пирожок будете», да, это знаменитая фраза Макдака, да, который показал, что дополнительные услуги вообще делать легко и просто. И на самом деле это прямо теперь даже в технологиях это называется отдельный метод, «О пирожок будете», что это значит? То есть это когда вы вот попробуйте в течение 10 дней каждый администратор, неважно, это большой клуб, маленький, студия, ну в студии это вообще 100% надо делать, таким образом меня моя студия подсадила на посещение 3-4 раза в неделю, да, когда я вообще в жизни особо там столько раз не ходила в фитнес-клуб, и при этом они это сделали в мае месяце, когда я сейчас хожу 4 раза в неделю, ужас, да. Я сама себе не верю, что я начала так активно пользоваться студией Пилатес и йоги и растяжки, да. И, соответственно, вот как бы для студии вообще 100% это очень лайфовый инструмент. Если у вас небольшой клуб, это тоже рабочий инструмент, если у вас там, ну не знаю, там 500 клиентов, активная клиентская база, то есть у вас невысокая проходимость, если у вас ниже, то это сам Бог вам велел. Если, конечно, у вас очень высокая проходимость, немножко это не совсем, это будет тяжело, но хотя бы мотивировать клиентов приходить к вам почаще, да. То есть каким образом? Впишите в работу ваших администраторов хотя бы на 10 дней эту методику, и вы увидите, как простое действие принесет вам значительную прибыль с точки зрения частого посещения, потому что если вы работаете в картах по посещению, вам сам Бог велел это делать. То есть смотрите, вы ему даете 10 посещений, например, на 2 месяца, и если вы его еще мотивируете ходить чаще, то что получается? Он вроде бы купил на 2 месяца 10 посещений, а в итоге стал ходить чаще, а в итоге он и продлится быстрее, да. Если это безлимитное, все равно мотивируйте клиента посещать, ну, потому что мы с вами прекрасно понимаем, зачем посещать, человеку чаще посещать. Ну, потому что он привыкает, у него развивается фитнес-привычка, он начинает дополнительно тратить деньги на, там, не знаю, там, водичку, коктейли, мастер-классы, персональные тренировки и так далее, поэтому это очень важный инструмент. Что важно? Каждому клиенту говорим всегда о гостевой визит для друга выписать, а записать вас на завтрак Алене на пилатес, да, или а записать вас завтра к Михаилу на кроссфит, а записать вас завтра к Наталье на йогу, да. Почему две фразы сейчас выделила? Первое, о гостевой визит для друга выписать. Что это значит? Вы таким образом мотивируете клиента, то есть у него, а что у вас можно, то есть даже если он, в принципе, по определению знает, что можно привезти друга к вам в клуб, но когда вот этот волшебный пинок, вода камень точит, как говорится, каждый раз мне администратор это предлагает, то на десятый раз человек скажет, ой, точно, давайте я вот приду в следующий раз со своим ребенком, да, или там с мужем приведу. То есть еще раз помните, что летом это, конечно, мощное время время с точки зрения того, чтобы собрать дополнительные лиды для высокого сезона, да, и вот этим очень надо активно пользоваться. Соответственно, если вы говорите, что а завтра там, например, к Алене на пилатес придете, ну, то есть если человек говорит там, ну, нет, ну и ничего страшного, нет так нет, можно всегда ему сказать, хорошо, ждем вас, как обычно, по четвергам в 18 часов. Ну, это высший пилотаж, да, для премиум-сегмента это 100% должно быть, для того, чтобы вы в ваших CRM-системах вообще ставили, на какие тренировки ходит клиент, да. То есть, соответственно, что еще можно? Обязательно подтверждать запись на уроки, если у вас фитнес-студия или небольшой клуб, и вы можете это делать, да, у вас есть, например, человек заранее записывается, да, потому что в небольших клубах все-таки посещение очень важно мотивировать, ну, то есть, чтобы люди записывались заранее, да, потому что есть ограниченные места. Если, например, у вас безлимитное посещение, вы это не отслеживаете, вам это очень сложно, да, то, соответственно, по крайней мере, снимайте предиктор оттока, да, для больших клубов. Если клиент в течение недели не пришел к вам в клуб, мы пишем ему мотивирующее сообщение, да, какие мотивирующие сообщения можно написать? Ну, к примеру, Елена, с прошлой встречи прошло 7 дней, но это целых 168 часов и 1080 минут, и мы уже соскучились. Считаем секунды до встречи сегодня на тренировке 18.00. Все в силе, это если на подтверждение, например. Если просто, вот опять-таки, человека не было там 7 дней у вас на тренировке. Ольга, добрый день, не увидела вас на занятии по йоге, даже расстроилась. Давайте перезапишу вас на завтра в это же время. Сможете подойти в клуб к 18.00? Да, ну, то есть мы вам, я не говорю о том, что вот берите вот эти сообщения, только так пишите. Нет, любое сообщение, понятно, что его надо адаптировать под ваш клуб, под каждого клиента и так далее, ну, не под каждого клиента, а под каждый тип клиента, да, там, действующий, новый, постоянный и так далее. Там, например, там, бодрого четверга, сегодня в 17.00 – самое лучшее время, чтобы посетить нашу там студию или клуб. Ждем вас с нетерпением на занятии по йоге. Записать вас, да, то есть обязательно в конце должен быть вопрос, мотивирующий, не просто поставить в известность человеку о том, что идет занятие, а именно мотивировать. Или, например, сегодня за окном пасмурный дождь, потому что летом тоже можете, наоборот, переформатировать. Сегодня за окном прекрасная погода и солнце, а у нас в студии там солнечный тренер и любимые упражнения. Приходите к 18.00 на урок поднимать настроение, да. То есть здесь момент такой, это конкретные вот примеры, которые помогут вам мотивировать. Не надо, конечно, ждать, что я отправил это сообщение, и клиент вот прям волосы назад ко мне прибежал в клуб. Нет. Но как меня смогли мотивировать? Первое, это постоянная запись и предложение мне записаться, и приглашение всегда прийти на следующий день на тренировку, либо через день. Каждую неделю или даже два раза в неделю я получаю примерно подобные сообщения, да, с мотивацией прийти именно на занятия. Да, вот я недавно уезжала там в командировку на там, по-моему, 9 дней, там 7 или 9 дней, меня не было, я не могла ходить. Я, да, два раза я получил, но ничего страшного, я иногда отвечаю девчонкам, иногда не отвечаю. Но при этом я просто очень радуюсь искренне, потому что они все-таки делают это, как я говорю, с упорством маньяка, да, и именно поэтому меня мотивирует приходить к ним в студию. Что еще? Смотрите, запускаем игру «У фитнеса нет выходных». Очень классная штука, то есть когда это суть этого мероприятия, ну, можно это назвать карточкой бинго там, как угодно, да, то есть тут мне важно запустить у вас такой мыслительный процесс, да, чтобы там, слушая меня, вы это брали и прямо адаптировали под свой клуб. То есть, например, мотивировать клиента на максимальное количество посещений именно в летний период, да, с 1 июня по 31 августа и рекомендовать там ваш клуб своим друзьям и знакомым. Значит, за достижение определенного порога по посещению клиент получает подарок. Каждое посещение клиент должен что-то получить, да, это может быть там сделать это, реализовать в мобильном приложении, либо физически, да, там наклейку, фишку, отметку, да, вот, например, это может быть там в виде какой-то карточки, понятно, ее надо сделать маленькой на твердой картонной бумажке, чтобы она там, ее легко было положить в любую дамскую сумочку и так далее. Потому что все равно эти фишки, они работают, да, то есть там наклейки, фишки, печатьки можно какие-то придумать, как угодно. Администратор при посещении регулярно говорит, Виктория, у вас 10 фишек, вы можете их обменять на подарок, да, и, соответственно, вы должны создать меню подарков, на что может человек обменять эти подарки, да. При продаже абонементов администратор или менеджер, в зависимости от того, кто у вас продает, рассказывает про эту систему. То есть мы ее запускаем именно, да, можем сделать в футболке, да, у фитнеса нет выходных, да, и прямо вот везде. Это должен быть слоган во всех местах, где находится клиент, да. Вот, например, я вам сделала фотографию, там, вот меню подарков, да, то есть меню подарков, это, понятно, вы уже здесь рассчитываете сами. Для правильного расчета важно снять статистику, проанализировать максимальное и среднее количество посещений на одного человека в прошлый летний период, да, то есть отсюда вы сейчас можете отталкиваться от вашего прошлого периода, посмотреть, сколько в среднем, какая интенсивность, какая загрузка, и отсюда вы уже рассчитываете, там, фишки, бонусы, там, баллы, как угодно, да. Да, вот мы назвали, там, фишки, ну, например, там, с 1 по 31 августа, да, можете с 1 по, там, 30 июля сделать, ну, то есть здесь вы смотрите уже, варьируйте сами, но я бы сделала по августа, да, там, например, одна персональная тренировка – три фишки, посещение одного группового занятия – одна, там, одну рекомендацию дал – там, две фишки, непрерывно продлил свой абонемент, да, не дожидаясь, там, перерыва, бесперерывного, да, там, две фишки, ну, и так далее, да, то есть вы можете здесь просто написать, самое главное – понять, как накопить, и самое главное – объяснить клиенту, как он может это потратить. Например, в качестве подарка создаем бонус магазинов или меню подарков, да, то есть там, пять фишек – это чашка кофе или чая, там, протеиновый батончик, полезная электронная книга, скакалки или резинки для тренировки, подарочная тренировка для друга, брендированное полотенце, брендированные бутылки для воды, восемь посещений для себя или для друга в подарок, да, при продлении, ну, там, или, ну, да, при продлении, там, двенадцать посещений для себя или в подарок тоже, да, то есть здесь вовлечь человека в некую игру. Если вы думаете, вот я достаточно взрослый человек, да, я хожу в премиальную сетку, но если бы эта моя премиальная сетка тоже запустила бы такой, такую бонусную программу на летний период, я бы втянулась, да, то есть помимо того, что они меня записывают, мотивируют, я бы еще, ну, как бы, это не значит, что я ради подарка буду ходить, это просто значит, что некий фан, да, человек покупает, получает и, соответственно, и вот это тоже мотивирует. Друзья, как вам контент? Поставьте, там, не знаю, там, лайки или вопросы, да, там, подбодрите меня, вот, смотрите, у нас будет два подарка, поэтому берем свои телефоны, наводим на QR-код и скачиваем два подарка, да, то есть первое – это программа лояльности у вас будет, и второе, второе, что я сделала? А второе, слушайте, я сейчас не помню, сейчас дойдем до этого момента и поймете, то есть если вы один раз скачаете, у вас сразу будет два подарка, так что не переживайте, второй раз, когда я покажу этот же QR-код, его уже можно не скачивать. Итак, давайте погнали дальше, потому что вот сейчас просто самая жара, да, самое такое, самое мясо пойдет, значит, как отработать возражения про лето? Ну, то есть вы же знаете, что возражение – это сомнение, то есть если человек вообще не возражает, то вы его, а, либо вообще не зацепили своим клубом, своей студией, либо он даже вообще не видит в вас, как в менеджере или в администраторе, ценность, и он не хочет даже тратить время на то, чтобы вам возражать. Поэтому, дорогие друзья, если ваши сотрудники или вот менеджеры, да, которые меня слушают, вы думаете, что, ой, да у нас такого возражения нет, или, да у нас вообще никто не возражает. Вы знаете, это плохой признак, то есть не возражает тот, кто даже не хочет тратить время на возражения. Поэтому, оковили, если это сомнение, возражение, то давайте мы пойдем по определенной схеме и поймем. Да, в первую очередь нам нужно понять, какие аргументы, да, какие мы можем привести аргументы клиенту, чтобы мотивировать его тренироваться именно летом. И я здесь делаю очень большой акцент. Я хочу, потому что я вот даже раньше посмотрела год назад свои выступления тоже на эту тему. И я поняла, что, ну, как бы всегда можно предложить там дополнительные заморозки, всегда можно предложить там активацию, отсроченную активацию клубной карты. Я даже сюда, вот в эти 14 аргументов, не стала это вставлять, потому что я настолько сейчас адепт фитнеса, да, что я вам могу сказать, что наша задача с вами не продать, и потом, может быть, он придет осенью, а наша задача реально замотивировать людей тренироваться именно даже в летний период сейчас. Поэтому давайте сначала мы очень сжато ответим на вопросы и аргументов, почему клиенту лучше прийти, принять решение именно сейчас, да, попробуем это сделать через выгоду. Ну и дальше я вам запакую это в отработке возражений, чтобы вы посмотрели, а как это применять. Потому что понятно, только аргументами сыпать вообще нельзя. Ну, то есть, чем больше вы аргументов сыпите клиенту, тем больше контраргументов вы получите. Поэтому прежде чем начать отрабатывать это возражение, давайте накидаем, какие аргументы есть. Первое. Всем известное, но об этом важно сказать клиенту. Лето – самые выгодные цены на фитнес. В некоторых клубах это доходит до 50%, да, иногда даже больше. А значит, вы можете существенно сэкономить на абонементе. Второе. Лето – самая низкая заполняемость групповых программ, бассейн, тренажерных залов, раздевалок. А значит, чувствовать себя вы будете в нашем клубе очень комфортно. Третье. Лето – больше внимания со стороны тренера, поскольку меньше людей на тренировках, а значит, результат вы достигнете быстрее. Четвертое. Лето – у людей больше энергии, а значит, вы будете готовы к новым совершениям, например, в тренажерном зале. Потом я расшифрую вам все это. Следующее. Лето – мы можем подготовить свой иммунитет к осенне-зимнему периоду, а значит, будем болеть меньше зимой. Летом вы можете заниматься в комфортных для себя условиях. Здесь нет жары, духоты, утомления от солнца, а значит, погода не помешает нашим тренировкам. Следующее. Все в одном месте. Это очевидное преимущество перед улицей или домом, где такого разнообразия никто не гарантирует. Потому что… Почему я это включила в аргументы? Если у вас клиент начинает говорить, ой, лето, побегаю на улице, там, во дворе, там, не знаю, там, в волейбольчик поиграю и так далее, да? То есть вот, пожалуйста, один из аргументов. По количеству и качеству оборудования фитнес-клубы всегда будут стоять выше любой открытой спортивной площадки. Я уже не говорю о том, что вы не можете лечь, там, отработать пресс и так далее, потому что любая спортивная площадка – это все-таки, когда вы стоите, вы на траву ложиться не будете, там, или на асфальт, да? То есть это ограниченное количество упражнений, которые вы можете сделать. В любом случае никакая спортивная площадка не сравнится с качеством и количеством фитнес-оборудования. Следующее. Люди, тренирующиеся в зале, будут вас мотивировать, а значит, вы сможете развить в себе фитнес-привычку тренироваться регулярно. Да, потому что, когда ты идешь, типа, на улице я побегаю, да, ну, вряд ли, вы, как бы, вы только там должна быть очень высокая самоорганизация, очень высокая самомотивация для того, чтобы два-три раза в неделю самостоятельно бегать на улице, да? То есть с секциями на улице – это немножко другое, но мы сейчас сравниваем именно, если человек занимается там самостоятельно. И второе, что фитнес-привычка действительно развивается не, как нам раньше говорили, да, в течение месяца. Ничего подобного. В течение месяца может развиться привычка, когда вы, частота действий влияет на привычку, да? То есть, например, почему мы все чистим зубы как минимум там один-два раза в неделю, да? Потому что мы это делаем каждый день. Почему во время пандемии мы часто стали мыть руки? И у нас развилась эта привычка. До сих пор я хожу с антисептиком, до сих пор я все равно после улицы очень тщательно прямо мою, да, там между пальчиками руки, потому что в течение года, когда мы там полгода сидели на карантине, мы привыкли, у нас развилась эта привычка. Так вот, к фитнес-привычке от трех до шести месяцев. Следующее. Безопасность тренировки. Всегда есть тренер, который поможет, а значит, ваши тренировки будут эффективнее, чем тренироваться одному на улице. Следующее. Вариативность по времени занятий в клубе больше, чем на улице. Клуб работает с 7 до 22, а в жару мы можем тренироваться либо ранним утром, либо поздним вечером, а значит, у нас не будет, то есть в фитнес-клубе у нас не будет повода отлынивать от тренировки из-за плохой погоды или высокой температуры. Что еще мы можем сказать? Летом во многих районах могут отключить горячую воду. В нашем клубе таких проблем нет точно. После тренировки вы спокойно сможете принять душ. Вопроса с подачей горячей воды у нас не существует. Ну, я очень надеюсь, что у вас есть бойлеры, да, и вы можете сказать этот аргумент. Летом вы можете легко совмещать улицу с залом, устроив себе небольшую разминку до основной тренировки. То есть 10-20 минут до клуба, пешком или легкая пробежка, и эта прогулка станет отличным, хорошим кардио, кардиоразминкой перед основной тренировкой. А значит, вы будете экономить время в нашем клубе. Да? То есть, ну, вообще огонь. Ну, вот если прям человек хочет там и будет убеждать вас о том, что бегать на улице – это кайфово. Да, давайте бегать, ходить – это кайфово. Как раз-таки до клуба добежали, разминку сделали, сходили на тренировку и обратно пошли пешком. Вот я так же делаю. То есть у меня клуб в шаговой доступности. Да? Я не хожу с формой. То есть у меня одета форма, я выхожу из дома, я прогуливаюсь, я хотя бы нахаживаю шаги. После занятий я иногда дополнительно обхожу несколько раз, там у нас сквер есть такой, и таким образом я увеличиваю нагрузку. Да? И при этом я не трачу, вообще даже не хожу, не захожу в раздевалку в фитнес-клубе. Да? Вообще огонь. Мне очень это нравится. Лето – самым выгодные цены не только на клубные карты, но и на персональные тренировки. А значит, что вы сможете попробовать новые услуги, прописать план тренировок, поставить себе правильную технику выполнения упражнений в тренажерном зале, а осенью уже тренироваться самостоятельно. Вот, друзья, и таких можно еще нагенерить. Я просто надеюсь, что я запустила этот механизм в вашей голове. Вот поставьте плюсики, если у вас запустились механизмы в голове, какие еще дополнительные аргументы вы можете привести клиенту, почему нужно не отлынивать, то есть у лета выходных нету. Потому что на самом деле фитнес – это вот я обожаю эту метафору, которая очень хорошо тоже работает на отработку возражения, что фитнес – это как почистить зубы, это как сходить, не знаю, там помыться, почистить зубы, покушать. То есть фитнес – это уже неотъемлемая часть нашей жизни, особенно современного человека. Да, я уже не говорю об активном долголетии. Поэтому давайте не будем бомбить человека только скидками, только акциями, не будем давать им отсрочки активации карты, потому что вот я искренне считаю, что наша с вами миссия в фитнес-индустрии – это сделать здоровую нацию, как бы пафосно сейчас не звучали эти слова, но для этого людям объяснить, вот дать вот эти аргументы. Вижу ваши плюсики, спасибо огромное. Теперь давайте, зная аргументы, надо их запаковать в отработку возражения, по технике спас. Кто с нами давно, прекрасно знает эту технику, она заключается из четырех шагов – это смягчение, прояснение, аргументация, обязательно призыв к действию. Одно из правил – это сначала три отказа, потом только отпускайте клиента. То есть три раза, как минимум, вы должны отработать любое возражение. Ну давайте, к примеру, они могут казаться длинными, но здесь и мы должны влиять на сознание. То есть если мы просто будем педалировать клиенту только скидками, то, понятно, наши отработки возражений будут очень короткими и невнятными. А мы хотим достучаться до осознанности наших клиентов. Ну, например, новый клиент, да, сейчас лето, куплю потом. Да, понимаю, о чем вы говорите. Давайте это обсудим. Вы знаете, что летом самое лучшее время для начала тренировки. И делайте палсу. То есть что я сделала? Я смягчила, я присоединилась к клиенту, да, то есть смягчение, и задала вопрос. Ну, например, клиент скажет там, а что? Ну, может быть, ему даже будет интересно. Нет, не знаю о том, что летом самое лучшее время. Почему? Мне казалось, что летом, наоборот, на свежем воздухе будет лучше. И вы ему говорите, давайте объясним, почему. Даже если он молчит, вы сами это проговариваете. Давайте объясним, почему. Ну, во-первых, это самые крутые предложения на абонемент. Зачем осенью переплачивать, если сейчас можно купить по самой выгодной цене, да, там 29 800 вместо 35. Ваша выгода 6000 рублей. Эти деньги вы лучше потратите на себя любимую, например, на новую спортивную форму, на кроссовки. Ну, то есть считайте это как бонус, который вы получали, получите за счет того, что вы летом приобретаете абонемент. А еще, кстати, как говорил Генри Форд, сэкономленные деньги, заработанные деньги. Я тоже очень люблю вообще вставлять цитаты в отработке возражения, да, потому что цитаты, фразы, устойчивые выражения, метафоры очень влияют на эмоциональное восприятие клиента отработки возражения. Там, смотрите, во-вторых, самая низкая заполняемость клуба, поэтому тренироваться летом вы можете в просторных условиях, а оборудование, тренажеры и раздевалки будут ждать, как будто только вас одну. Да, и последнее, заниматься фитнесом летом вы быстрее достигнете желаемого результата. чем те, кто целых три месяца ленится и ищет себе оправдание, почему они не ходят. Так что у меня к вам только один вопрос, с какой даты будем активировать ваш абонемент. Вот на этом примере, да, то есть это полностью соответствует той технологии и методике, которую мы пропагандируем уже пять лет, спасу, да. То есть, да, я понимаю это присоединение, я задала уточняющий вопрос, я сказала три аргумента, кстати, больше трех аргументов говорить в одной отработке возражений не стоит, да, потому что это будет звучать как передавливание клиента. Вот, и обязательно в конце это call to action, призыв к действию, так что скажете, с какой даты активируем абонемент. Ну, еще вариант. Значит, сейчас лето, куплю потом. Слушайте, бывают ситуации, когда можно и потом. Вы же понимаете, что у фитнеса нет выходных. Фитнес-активность необходима не только ради там стройного тела, но и здорового тела в том числе. Если вы только начинаете заниматься спортом, лето станет отличным периодом, чтобы как следует познакомиться с фитнесом, влиться в тренировочный режим, с чувством, с толком, с расстановкой. Во-вторых, тренер сможет уделить вам больше внимания и времени, поскольку загруженность в групповых программах минимальная. И, во-вторых, летом у нас, летом у людей больше энергии за счет длинного солнечного дня. Мы меньше болеем, иммунитет у нас гораздо лучше, и отсюда прилив энергии и готовность к свершению подвига в тренажерном зале гораздо выше. Поэтому, что скажете, оформляем? Вы же сами сказали, что это самое. Как же можно мотивировать выгодным предложением? Дорогая Юля, я вам привела 15 аргументов, в том числе и есть одно. И я только в одном из предложений написала про выгодность предложения. Но здесь, давайте, я запаковала это с точки зрения выгоды для клиента как подарок, который он сэкономит. И к этому я добавила дополнительные варианты. Поэтому, Юля, я надеюсь, как бы посмотрите целиком и не ищите как бы что-то там типа вот вы сказали. Да, конечно, я до этого и сказала, что и скидки работают, и мотивация. То есть давайте к мотивации, потому что здесь вот вы где видите? Да, конечно, я сказала о выгоде стоимости. Но я запаковала это через метафору. Я добавила еще два аргумента на посещение фитнес-клуба летом. Поэтому, Юля, я надеюсь, я ответила на ваш вопрос. И еще впереди несколько вариантов, поэтому нету волшебной пилюли. Давайте мы будем смотреть и искать возможности, а не опровергать то, что типа мне кажется, это не работает. Это работает. То есть выгода, вы можете не давать скидку. Я просто здесь запаковала, как варианты. То есть если у вас есть выгодное предложение, окей. Если у вас есть, например, вы даете какие-то подарки, но запаковываете это в подарок. Надеюсь, я ответила, Юля, вам на вопрос. Следующее. Летом потренируюсь на улице, куплю потом. Значит, понимаю вас, улица – это отличное дополнение к залу. Лайфхак от наших клиентов. В летний период устраивают себе небольшие разминки до основной тренировки. 20, там, 10-20 минут до клуба пешком или бегом, эта прогулка станет отличным кардиоразминкой. Благодаря этому, опять же, вы сэкономите время в зале, уже сделав кардиоразминку по пути к нашему клубу. Второе. Это контроль климата. Наш зал оснащет климат-контроля, заниматься всегда проще и легче, чем на улице, где нет никакой гарантии, что неприятная температура воздуха или погодные условия нарушат ваш тренировочный процесс. Ну и в-третьих, Юля, по количеству и качеству оборудования фитнеса всегда фитнес всегда стоит гораздо выше, чем любая спортивная площадка. С какой даты хотите активировать? С 15-го числа или с 20-го? Следующее. Летом потренируюсь на улице, куплю потом. Еще один из вариантов. Понимаю вас. Давайте это обсудим. Чем планируете заниматься на улице? Бегом или фитнесом на открытой спортивной площадке? Да, и слушаем, что отвечает клиент. У спортивного зала есть одно, есть только один недостаток. За него надо платить. Но что касается конкретного результата, количества и качества оборудования, фитнес-клуб всегда будет стоять выше любой открытой спортивной площадки. И сейчас объясню, почему. Во-первых, на беговой трассе могут быть подъемы, спуски, кочки, неровности. И на самом деле вам могут помешать в вашей тренировке много факторов, которые могут помешать в вашей тренировке. От разбросанного мусора до гуляющих людей с собаками без поводка. Вот, кстати, я очень люблю, очень боюсь собак без поводка. Даже если это будет небольшая собачка, которая будет бежать за мной, у меня точно настроение будет испорчено. А если вы пойдете в выходные дни на стадионы, где можно открыто побегать, там будет просто толпы народу. Во-вторых, в нашем клубе есть все в одном месте. Подкачаться в тренажерном зале, побегать на дорожке, поплавать в бассейне, сходить на растяжку. Это очевидное преимущество перед улицей или домом, где такого разнообразия никто не может вам гарантировать. Ну и в-третьих, летом самые выгодные цены там до такие-то, а значит, вы можете существенно сэкономить. Что скажете? Бронируем? Для оформления договора мне нужен только ваш паспорт. Давайте. Да, то есть здесь еще раз, три варианта обязательно, которые вы можете сказать клиенту. Например, продление. Продление. Сейчас, лето, куплю потом. Да, понимаю вас, что в летний период можно и потом, а иногда, да, понимаю, что в летний период можно, можно и потом, а иногда просто необходимо уменьшить интенсивность тренировки. Но прекращение занятий не стоит, вспомните хотя бы то, как тяжело всегда начинать заниматься регулярными занятиями, да, чем больше перерыв, тем сложнее возобновить тренировочный процесс. Поэтому давайте уменьшим интенсивность хотя бы там до одного-двух раз в неделю, но продолжим занятия. Тем более, что сейчас для вас есть хорошие предложения на продление. И от себя вам сделают дополнительный подарок, один месяц заморозки на случай отпуска или если вы просто захотите сделать паузу. Как вам такое предложение? Продлеваем абонемент? И, наверное, последнее, да, которое я хотела сегодня вам успеть дать, это там пляж, дача, отпуск, вообще не осталось времени на занятия в фитнес-клубе. Понимаю вас, я тоже очень люблю лето и отдыхать на даче и все такое, да, вы решили отказаться именно от нашего клуба или от спорта на летний период, да, ну, скорее всего, человек скажет от спорта на летний период. Вы наверняка знаете, что при прекращении нагрузки наступает детренированность, то есть это утрата приобретенных качеств и функций, которая сформировалась у вас благодаря тренировкам. Вы знаете, я очень сомневаюсь, что вы хотите за три месяца потерять свою форму и показатели, над которыми вы трудились в течение долгого времени, да, может быть, не будем рисковать и рассмотрим варианты абонемента с расширенной заморозкой, да, давайте более подробно расскажу вам, какие еще есть варианты на продление. Хорошо? Вот, друзья, да, тот, кто не успел, например, в первый раз скачать, вспомнил, вот, это еще один подарок, который вы получите. Количество оборудования и его разнообразие давно не является аргументом в пользу занятия в зале и на улице. Кирилл, Кирилл Лизунов, я даже, по-моему, вас знаю, не надо цепляться за один. Я вам дала 14 аргументов, которые вы можете использовать. Берите то, что вам нравится, да, если вы считаете, что разнообразие не является аргументом, хотя не надо мерить по себе, если это для вас не является аргументом, то для меня это может являться аргументом, для кого-то другого – да, но даже если для клиента этот аргумент не является убедительным, у вас есть еще 13 аргументов, которые вы можете использовать. Поэтому, друзья, задача, у меня нету задачи спорить, да, или настаивать, что вы должны говорить там только так или никак иначе, да, то есть тут вопрос, как вы это воспринимаете. То есть я вам показала, во-первых, вообще никто, я в принципе не видела, чтобы кто-то показывал 14, а у нас их 20 есть, да, 20 аргументов, почему нужно заниматься именно летом. Поэтому здесь вопрос, чтобы вы запустили этот механизм мозгового штурма, да, в своем отделе, чтобы ваши, даже если ваши менеджеры или администраторы выучат хотя бы 10 аргументов, почему стоит тренироваться летом, поверьте мне, ваши продажи увеличатся, и отработка возражения, если вы еще добавите к ней отработку по нашей методике спас, смягчение, прояснение, аргументация и call to action, то вам 100% будет счастье, и вы прирастете в продажах как минимум на 15-20% это точно. Поэтому скачиваем еще один подарок, новые инструменты, интернет-площадки для фитнес-клуба, и на этом я свое выступление заканчиваю, надеюсь, что вам оно зашло, понравилось, поэтому дайте обратную связь, если есть какие-то вопросы, конечно, пишите, вот, а так подписывайтесь к нам в телегу, в ВК, и переходите к нам на сайт, вот, поэтому используйте эти аргументы, да, используйте эту механику отработки возражения, прописывайте, пишите правильные офферы, делайте пакетные предложения и мотивируйте клиентов посещать вас в летний период чаще. Все, на этом пока-пока, спасибо, информация стоящая, отлично, спасибо, спасибо вам, что были, как всегда, очень, все очень, спасибо, 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 вот, дорогие друзья, на этом я тогда с вами прощаюсь, передаю слово Максиму, а, кстати, встретимся с вами в Питере, потому что 3 числа я тоже буду выступать, кто в Питере. Да, до встречи, действительно, в Санкт-Петербурге, я надеюсь, там будет и полезно, и приятно, конечно, город красивейший, ну, Виктория, огромное спасибо за то, что делитесь, но самое важное, всем хочу напомнить, одно дело послушать, а другое дело пойти и вот прям начать внедрять, потому что, чем быстрее вы попробуете эти инструменты, которыми делится Виктория, чем быстрее получатся результат, тем полезнее для вас будет сегодняшний проведенный час. Ну что, всем спасибо, Виктория, спасибо, участникам спасибо, и до встречи завтра в 13 часов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!